Сколько длится декретный отпуск в разных странах? Создание семьи – прекрасная и одновременно пугающая перспектива. Многочисленные источники утверждают, что декретный отпуск благотворно влияет на развитие ребенка. Исследования показывают, что он снижает детскую смертность и увеличивает шансы на своевременную вакцинацию. И полезен он не только для младенца. Новоиспеченные родители тоже проходят через сложные и серьезные перемены в жизни. Им важно приспособиться к новым обязанностям. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какие страны поддерживают эту инициативу, а каким лишь предстоит подключиться. Но сначала не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о наших новостях. Номер 10. Исландия. Декретный отпуск 90 дней. Исландия использует формулу 3-3-3. Три месяца отпуска даются матери, три месяца отцу и три месяца делятся между обоими родителями. Родители не могут передавать свой отпуск друг другу, поскольку правительство хочет убедиться, что каждому из них доводится провести время с ребенком. Чтобы получить отпуск, каждому из родителей нужно только быть трудоустроенным в течение шести месяцев или дольше. В первые шесть недель родитель получает примерно 80% от своей зарплаты. После этого ему выплачивается твердая сумма, установленная государством. Номер 9. Бельгия. Декретный отпуск 105 дней. Матери могут брать до 15 недель отпуска. В первые 30 дней они получают 80% от зарплаты. Затем сумма снижается до 75%, что тоже очень неплохо. Но настоящей вишенкой на торте для бельгийских мам становится возможность взять дополнительные 8 месяцев отпуска, во время которого они могут работать неполный день и уходить раньше, чтобы заботиться о ребенке. Отцы могут брать лишь 10 дней и получают 82% от зарплаты в этот период. Номер 8. Португалия. Декретный отпуск от 120 до 150 дней. Один родитель может взять 120 дней отпуска. Если его хотят взять оба родителя, то вместе они имеют право на 150 дней. Отец должен брать как минимум 10-15 рабочих дней отпуска по уходу за ребенком, причем в обязательном порядке. Отцу необходимо использовать свой отпуск в течение 30 дней с момента рождения ребенка. Это позволяет молодым родителям быть вместе до 15 дней, что упрощает всем жизнь. Номер 7. Россия. Декретный отпуск 140 дней. В течение всех 140 дней матерям платят 100% от зарплаты. Матери могут оставаться в отпуске до полутора лет. Однако в этом случае они получат лишь 40% от зарплаты. Отличительная особенность российского декрета в том, что он может быть продлен после рождения второго ребенка. Это позволяет матерям оставаться в отпуске до трех лет, не теряя работу. Номер 6. Китай. Декретный отпуск от 138 до 365 дней. Политика предоставления декретного отпуска в Китай в последние годы меняется, и его длительность варьируется в зависимости от провинции и региона. В среднем декретный отпуск продлевается и сейчас держится на уровне 138-158 дней. Отпуск для отцов по-прежнему короткий – от 15 до 30 дней. В 2017 году было решено, что матери в тибетском регионе получат самый долгий отпуск по материнству продолжительностью в год. Отцам повезло меньше – они получат лишь 30 дней. Номер 5. Финляндия. Декретный отпуск 162 дня. Финляндия – страна мечты для будущих родителей. Матери могут уходить в отпуск примерно за 50 дней до предполагаемой даты рождения ребенка. Вслед за этим периодом следует 16 недель оплачиваемого отпуска, а в зависимости от обстоятельств им могут быть назначены государственные выплаты для покрытия расходов. Все вместе дает 162 дня отпуска. Новоиспеченным отцам в Финляндии дают примерно 54 рабочих дня отпуска, что позволяет мамам и папам спокойно привыкнуть к новой обстановке. Более того, согласно статье, опубликованной в газете The Economist в 2016 году, Финляндия занимает третье место в рейтинге лучших стран для работающих матерей. Согласно другой впечатляющей статистике, Финляндия является единственной развитой страной, где отцы проводят больше времени со своими детьми школьного возраста, чем матери. Отчет ОСР от 2017 года. Причина в том, что эта страна поддерживает множество инициатив по гендерному равноправию. Номер 4. Норвегия. Декретный отпуск 245 дней или больше. Норвегия заставляет другие страны завидовать, когда речь идет о декретном отпуске. Матери могут наслаждаться 35 долгими неделями со своими младенцами, лелея маленькие радости первых дней новой жизни. В это время они получают полную зарплату. Отцы также могут провести немало времени с новорожденными, в зависимости от доходов матери. Им могут обеспечить до 10 недель с ребенком. Номер 3. Дания. Декретный отпуск 350 дней. Дания делает для мам все. Матери могут взять отпуск за 4 недели до рождения ребенка, потом они имеют право еще на 14 недель и самое приятное, что они получают полную зарплату. Отцам в этот период везет не так крупно. Им выделяют лишь 2 недели отпуска, однако оба родителя могут взять 32 дополнительные недели и разделить их между собой. Вместе с дополнительным временем мама и папа могут провести с ребенком около полугода. Номер 2. Великобритания. Декретный отпуск 365 дней. Нормой считается брать 26 недель, но родители могут взять еще 26, и всего выходит 52 недели. Британские матери обязаны на 2 недели уходить в отпуск сразу после рождения ребенка. А это значит, что мама и папа могут разделить между собой 50 недель отпуска по уходу за малышом. Матери могут уйти в отпуск за 11 недель до рождения, чтобы успеть спокойно подготовить детскую и самих себя. В течение 39 недель они получают 90% зарплаты. Огромное преимущество британской системы в том, что во время отпуска родители все равно получают прибавки к зарплате и накапливают время оплачиваемого отпуска. Номер 1. Швеция. Декретный отпуск 480 дней. В Швеции высокий подоходный налог, но когда речь заходит о декрете, становится очевидным, как налоги помогают обеспечить баланс между работой и жизнью граждан. Шведы щедрее всех в мире в отношении декретного отпуска. Родители могут взять до 480 дней для ухода за ребенком. Если они не берут их в первый год жизни малыша, без проблем, ведь срок не истекает до исполнения ребенку в 8 лет. Также у матерей есть 18 недель на самих себя. Во время отпуска родителям платят 80% зарплаты. Кроме того, матери на опасных или физически тяжелых видах работ получают больше льгот. По данным Международной организации труда, большинство государств выполняют стандарты по защите прав новоиспеченных матерей, позволяя им проводить время с детьми и оказывая необходимую финансовую поддержку. Из 193 стран, входящих в ООН, лишь в нескольких отсутствуют законы, регулирующие декретный отпуск, в том числе в Новой Гвинеи и США. Для американцев это означает, что многие мамы и папы возвращаются на работу вскоре после рождения ребенка, поскольку не могут позволить себе неоплачиваемый отпуск. Расскажите нам, дорогие зрители, есть ли в вашей стране декретный отпуск? Какое время необходимо родителям провести с ребенком, прежде чем возвращаться к работе? Поделитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы всегда оставаться на яркой стороне жизни! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok